Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Игорь Кормановский, а в эфире Барт-Радио передача, посвященная Барду, художнику и просто замечательному человеку Виктору Алексеевичу Баранову. Сегодня ему исполнилось бы 74 года. Виктор ушел от нас в мае прошлого года, года омраченного чередой невозвратных потерь, в том числе и для мира авторской песни. Эту передачу хочется посвятить его памяти. В мире Бардов его называли заслуженный ковбой Советского Союза, а затем Казахстана и России. Ведь он был основателем, сочинителем и популяризатором так называемого ковбойского цикла, множество песен и переделок на ковбойскую тему. Кроме того, он был собирателем, носителем, даже, я бы сказал, разносчиком просто огромного количества песен, особенно веселых и юмористических. И, видимо, недаром ему суждено было родиться и в день шуток, юмора и смеха 1 апреля. Я был с Витей близко знаком, поэтому буду так его называть. Мы познакомились в 2007 году на фестивале струны фартов, когда я только-только пришел в авторскую песню, а это случилось достаточно поздно. Витя в то время уже жил в Санкт-Петербурге. Несмотря на разницу в возрасте, мы сразу же подружились и обращались друг к другу на ты. Витю невозможно было не любить. Это был очень светлый и добрый человек, который всех вокруг заряжал своей совершенно невообразимой, радостной, солнечной энергетикой. В жизни редко встречаешь таких людей, вызывающих симпатию с первой минуты знакомства. И тот позитив, который он буквально излучал, передавался слушателям в его песни. Легко на сердце от виски не скрою, Оно бодрит и в жару, и в дожди. И любят виски лихие ковбои, И любят виски индейские вожди. Нам виски в прелье и жить помогает, Оно с похмелья прекрасно идет. И кто от виски пузит и стреляет, Тот никогда ни во что не попадет. В волос вечера рухнешь под столик, А утром грустный башка, как бидон. И ты становишься, словно дальтоник, Не различаешь портвейли самогон. Приснит пивиски в открытую рану, И наступает мученьям конец. Иди погонишь овечек в Монтану, Хоть собирался их гнать, Массачусет. Мы будем пить и смеяться, как дети, Не променяем седло на уют. Ведь ни за что не нальют на том свете, Но на этом, как правило, нальют. Проспись и пой, не жалей от таланта, И за грехи повинись пред творцом. Но никогда не стреляй в музыканта, И не закосывай в виски огурцом. Виктор Баранов родился в 1947 году в Казахстане, в городе Карагандия. Витя на эту тему часто шутил, Потому что всегда мог на вопрос, Где родился и жил, Ответить этаким сакраментальным ответом. Где-где в Карагандии. Как говорил сам Витя, Грубо, зато правда. Там же в Караганде он рос, учился в институте, И осваивал первый в жизни музыкальный инструмент – гитару. Потом-то будут и другие инструменты, Но об этом позже. Начинал Виктор как исполнитель песен на Куджавы, Висбера и Кукина, А также Галича и Нушкина. В 1964 году он написал первую песню На стихи Юрия Левитанского, А в 1965 году – первую песню на своей стихи. В 1967 году Виктор познакомился и подружился с Александром Дольским, И это оказало огромное влияние на все его дальнейшее творчество. В то время Витя писал и пел вполне серьезные лирические песни, Многие из которых и поныне так же любимы слушателями, Как и его шуточные веселые песни. В апреле 1969 года в Рязани на конкурсе КСП «Аль-Таир» Виктор стал лауреатом с песней «Героем Даманского». У этой песни сложная и интересная судьба. Как потом рассказывал сам Витя, Его тогда очень поразили события на Даманском полуострове, Где произошли в то время вооруженные столкновения с китайцами. Поразил сам факт того, Что тогда погибли молодые ребята, Моложе его. И он незадолго до конкурса написал эту песню Под впечатлением тех печальных событий. Песню на конкурсе услышала сотрудница радиостанции «Юность» И пригласила его на радиостанцию. В итоге песня прозвучала на весь союз. Это был, пожалуй, первый большой успех Виктора Баранова В песенном творчестве. Я предлагаю вам, уважаемые радиослушатели, Послушать эту песню. На Уссурии под солнцем тает лед, Весна смешала голубые краски. Но кто, скажите, кто же нам вернет? Те, кто погиб на острове Даманском, Земля качнулась и рванулся лед, И громом тишина упала сверху. На лед упал 50-й год И навсегда остался в списках на поверке. И захлебнулся минометный залп, Разрывы будто молнии блеснули, И не было пути назад Парням, служившим на Уссурии. И вот опять сменяются посты, Молчат на лоб надвинутые пески, Не воскресят наградные листы Тех, кто погиб на острове Даманском. Из них тогда не отступил никто, Звенело солнце медными лучами. Простите, парни, Вы меня за то, Что в этот час Я не был рядом с вами. Прозвучавшаяся сейчас песня Героям Даманского Немало помогла Виктору во время службы в армии. Это случилось очень поздно, Уже после института. 26 лет. Оказалось, что у замполитой части, Где служил Витя, Есть запись этой песни, Полученная с радиоточки. Он знал ее и любил. Ему было удивительно и приятно, Когда он узнал, Что у него служит автор такой песни. И хотя впоследствии песня утратила актуальность, Но затем она странным образом возродилась. Как рассказывал сам Витя, Он слышал ее в исполнении ансамбля, Который пел афганские песни. Конечно же, уже переделанную под афганскую. Благо, не очень сложно было переделать Слово «даманский» на афганский. Витя с интересом и в принципе положительно Отнесся к этому. Ведь он и сам был большим мастером Переделывать песни. В чем вы все скоро убедитесь, По песням, которые прозвучат в нашей передаче. Но пока мы послушаем немного лирики В исполнении Виктора Баранова. Надо сказать, что Витя часто писал песни На стихи разных поэтов. В частности, на стихи Юрия Левитанского. Одну из таких песен Я вам предлагаю сейчас это послушать. Не там, где сходятся, где встречи, Где на ромашках выражат, Где губ не пряча, не береча, А уже собой не дрожат. Совсем не так, намного позже Есть час, незнаемый тобой, Где две судьбы Еще не схож, Одной становится судьбой. А до того в горах путая На крутизну под облака, Тебя ведет тропа крутая, Непротаренная бога. Секут дожди почву месяц, Гроза обвалами камней, Который год, Который месяц Иду к тебе, А ты ко мне. О, как тропа моя извита, И ты на ней в иные дни, То вдруг теряешься из виду, А то лишь руку протели, И снова пропасть под ногами Необозримой глубины, И равнодушными снегами Мы как стеной разделены. Пути застегнуты по ругою, С дороги сбились, но весной Все начинается с другою, Неповторимой новизной. И я смеюсь над буревалом, Где страх меня доливал, Где я грустил за перевалом, Выйдет новый перевал, И среднеющей вершины Выйдешь сквозь густой туман, Внизу цветущей долины, Что так похоже на обман, Ломая кромку ледяную, Опять ведет меня тропа, Тогда мне сходится Вплотной С твоей судьбой Моя судьба И еще одна лирическая песня Сейчас прозвучит, На этот раз написанная Виктором На собственный стихи. Когда средь жизненных минастей Вдруг оказались мы вдвоем, На нас неслыханное счастье Свалилось с неба журавлем, Оно как птица трепыхало, Стянуло ввысь, бросало вниз, Оно тяжелым оказалось, И, видно, мы надорвались Простить ночному пешеходу, Страсть к одинокому огню, Счастливый день подобен году, Счастливый год подобен дню. Мы разошлись во тьме кромешно, И на ощупь играя путь, Нам государь позеленевший Пытался руку протянуть, Но мы отвергли жест монаршей И в двух углах большой земли Забыть пытались день вчерашний, Но так забыть и не смогли. Прости ночному пешеходу Страсть к одинокому огню, Счастливый день подобен году, Счастливый год подобен дню. Судуны шли за нами годы Среди фирмы и путьюрьмы, Многообразей природы Единства постигали мы, И не ища в других участия Все эти долгие года, Осколками было счастье, Отогревались в холода. Прости ночному пешеходу Страсть к одинокому огню, Счастливый день подобен году, Счастливый год подобен дню. И вродит призрак в наших душах Былых неутоленных дней, И нас, как пасынков заблудших, Судьба ведет между теней. Уже наплатим, не торгуясь, Монеты скорби из тебя, И мчится полуночный поляст Из ниоткуда в никуда. Прости ночному пешеходу Страсть к одинокому огню, Счастливый день подобен году, Счастливый год подобен дню. В 1972 году Виктор Баранов Стал лауреатом Пятого Грушинского фестиваля В одном конкурсе с Двольским, Маркевичем, Ландсбергом. Это были времена расцвета авторской песни, Так что Витя успешно влился В общий поток авторов-исполнителей. При этом, имея специальность инженера-строителя, В то время он работал и прорабом, И мастером, и проектировщиком, Даже наукой занимался, Как он сам говорил, Занимался свайными фундаментами В Политехническом институте. А в 1977 году Был приглашен на работу В Карагандинской областной филармонии. В течение пяти лет Он работал на эстраде, Выходил на сцену с гитарой И пел гвардовские песни. Как сам Витя говорил, В то время он перепел все известные песни Всех своих друзей и знакомых. Когда дети пошли в школу И ездить на гастроли стало сложно, По семейным обстоятельствам Витя пришлось уйти с эстрады. Но авторской песней он заниматься не перестал, А наоборот. С 1983 года Возглавил карагандинский КСП «Марианны», Из которого в свое время Вышли известные авторы и исполнители. Николай Старченков, Леонид Мараков, Женис Иткаков, Владимир Шумшученко. Сейчас прозвучит Одна из лирических песен Того периода В исполнении Виктора. Эта песня, пожалуй, Одна из наиболее любимых Многими Витинами поклонников. Любовь — это море, А молодость — берег и борт, Где мы ожидаем отплытия В крайне известном. Но вот умолкает оркестр, Прощальный аккорд, И вот мы вступаем вдвоем На корабле дух местный. По полу бешатка И так страшновато ступить, А мы начинаем толкаться На досках скребочих. Давайте, давайте друг друга Поменьше любить, А вот относиться друг к другу Давайте получше. В открытое море Выносит неведомый шквал, Но морем восторга Нам кажется море страданий, А двое на мостике Рвут друг у друга штурвал, Не веря в надежность Своих и чужих обещаний. Упорство и дерзость И нам ни за что не сломить, Обиды, упреки, Как черви сутенушка точат. Давайте, давайте друг друга Поменьше любить, А вот помогать, Да и верить друг другу побольше. Люби ни себя, никого, Ни себя, ни других, Стараясь добиться Желанной свободы и власти, И путаясь в мыслях, Как будто в канатах токих, Узлы разрубаем, Не в силах, в снастях разобраться, Жестокость этой ничем Уже не украдить, Блаженство и боль, Обиду не вынести дольше. Давайте, давайте друг друга Поменьше любить, А вот уважайте, Цените друг друга побольше. Некчемная ревность Металл разъедает, Как ржа, Как плесень, Как гниль, Рассыпаются старые доски, Израняна рвется навстречу Такой же душа. Да нет, Сострадание друг другу В печальных матросах, Но кто-то пытается Все-таки шторм украдить, Но кто-то с волнами бороться Пытается все же Давайте, Давайте друг друга Поменьше любить. А вот жалейте, Беречь друг друга Побольше. И что нам за счастье Изведать, кто прав, Кто не прав. Когда начинается Что-то, что непоправимо, А ветер крепчает, Клочки паруса Изорвав, И берег заветный, И гавань Проносятся мимо, И кто-то из нас Принимается Мачты рубить, Спасать, что осталось, А берег все дальше, Все тоньше. Давайте, Давайте друг друга Поменьше любить. А вот доверяйте Прощать друг другу Побольше. Но вот рассыпаются С грохотом щепки борта. И каждый старается Стать обладателем круга. Нас в разные стороны Света несет суета. А мы выручать из беды Не умеем друг друга. И вот исчезаем в тумане, Зови, не зови. Уже не увидится больше, Что может быть горш. Давайте, Давайте друг друга Поменьше любить. А уж если любить, То давайте побольше. Как видите, Несмотря на то, Что наибольшую известность Витя получил, Как автор веселых песен, Ему хорошо удавались И серьезные песни. Витя с юмором Говорил о том, Что в какой-то момент Он до того обнаглел, Что замахнулся На стихотворную балладу Дмитрия Кедрина, Зодчия, Которую я и предлагаю Сейчас послушать. Как побил государь Золотую орду под Казань, Указал на подворье свое Приходить мастерам, И велел благодетель Гласит летописца Сказанье Память уной победы Да выстроят каменный храм, И к нему привели Флорентийцев и немцев И прочих Неназемных мужей, Пивших чару вина В один дых. И пришли к нему двое Безвестных Владимирских зодчих, Двое русских Строителей Статных, Басых, Молодых. Лился свет С людяной окошка, Был дух Вельми спертый Израстцовая печка, Божница, Угар Из жара. И в басконных Рубахах Пивианном Четверке Крепко за руки Взявшись Стояли Сии мастера. Смерды, Можете ли церкву Сложить иноземных Пригожей? Чтоб была Благолепней Из-за морских Церквей Говорю И дрехнув Волосами Ответили Зодчие Можем Прикажи, Государь, И ударились В логи Царю. Государь Приказал И в субботу На вербной Неделе Покрестясь На восход Ремешками Схватив Полоса Государь Государь Возодчие Партуки Наспех Надели На широких Плечах Кирпичи Понесли На лесах Мастера Выплетали Узоры Из каменных Кружек Возводили Столбы И работой Своей Горды Купол Зодом Жгли Кровли Крыли Лазурью Снаружи И в свинцовые Рамы Вставляли Чешуйки Слюбьи И уже Потянулись Зубчатые Башеньки Вверху Переходы Балкончики Луковки До Купола Не удивились Ученые Люди За ней Эта Церковь Крашу Билл Италийских И пагод Индийских Была Балтиковин И храм Багомазан И весь Размалеван В алтаре И при входах И в царском Притворе Самом Живописной Артелью Монаха Андрея Рублева Изукрашен Зело Византийским Суровым Письмом А в ногах У постройки Торговая Площа Шуша Торовато Кричала Купцам Покажи Чем Живешь Ночью Подлый Народ От Христа Пропивался В кружалах А утром Неистотного Бил Становя Асно Провешь Встать Засеченной Плетью Плак И лежал Бездаханно Прямо В небо Устава Часок Сятой Бороды И московской Неволе Томились Татарские Ханы Посланцы Золотой Переметчики Черной Орды А над всем Этим Срамом На церковь Плыла Как Невеста И с Рогожкой Своем С бирюзовым Колячком Во рту Непотребная Девка Стояла У лобного Места И Девясь Как на сказку Смотрела На ту Красоту А как Храм Осветили По Спосохам Шапки Монашни Обошел Его Царь От Подвала Послужб До Креста И Окинувши Взором Его Узорчатые Башни Лепота Молвил Царь И ответили Все Лепота 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 И Спросил Благодетель А Можете Ль Сделать Пригожий Благолепнее Этого Храма Другой Говорю И Дряхнув Волосами Ответили Зачьи Божем Прикажи Государь И Ударились В ноги Царю И Тогда Государь Повелел Ослепить Этих Зодчих Чтоб Земле Его Церковь Стояла Одна Такова Чтоб В Суздальских Земных И в земных Рязанских И прочих Не поставили Лучшего Храма Чем Храм Покрова Сокальные Очи Кололи Шилом Железным Дабы Белого Света Увидеть Они Не Могли И Кремили Кремом И Секли Батагами Болезных И Кидали Их Темных На Стыло На Земле И В Абжорном Ряду Там Где Заваль Бродячая Пела Где Силуха И Разила Где Было Смраду Темно Где Кричали Дзики Государь Его Слово И Дело Мастера Христа Ради Просили На Хлеб И Вино И Стояла Их Церковь Такая Что Словно Обреснилась И Звонила Она Будто Их Отпевала Нам Зреть И Запретную Песню Про Страшную Царскую Милость Пели В Тайных Местах По Широкой Руси По Широкой Руси По Широкой Руси Гус Ры Гус Гус Ры Карагандинский КСП Марианна Девите был руководителем Был одной большой семьей Как недавно вспоминал Выходец из клуба Прекрасный исполнитель Жениц Искака А Виктор Алексеевич Как многие его называли Был в этой семье Своего рода Папой Витей Объединяя под своим крылом Многих любителей Авторской песни Как вспоминали попадавшие В этот брулящий котел Гости Они сразу же понимали Что центром жизни Авторской песни Казахстана Была вовсе не Алма-Ата Где тоже был свой КСП А Караганда Где все крутилось И вертелось Вокруг Вити Баранова Сейчас мы сказали Что из него постоянно Пер креатив Теперь пора рассказать О том Как появилась Сама идея Ковбойского салуна И соответственно Ковбойского цикла песен Наиболее прославившего Виктора Баранова Это произошло Именно там В Караганде Об этом Неоднократно Рассказывал сам Витя Когда они проводили Фестиваль Пришла вдруг Идея Отказаться От традиционной Уже к тому времени Юмористической чиханы Которая всегда Присутствует На фестивале А устроить Вместо нее Ковбойский салун К этому Подтолкнуло Само местоположение В краю Казахских степей Похожих Как две капли воды На привычное Обиталище Лошадей И ковбоев Ну и так как Салун Это коммерческое Заведение Была придумана Собственная валюта Местные доллары За которые Можно было На фестивале Купить напитки Ну и так далее Эти доллары Можно было купить А можно было Заработать За выступление И поскольку За ковбойскую песню Платили в 10 раз больше Чем за обычную Бардовскую песню 10 долларов Вместо одного То естественно Желающих написать И выступить С ковбойской песней Появилось Неимоверное количество Песни сочинялись Тут же На коленке И сразу Выходили в жизнь Так и родился Воистине Неисчерпаемый Цикл ковбойских песен Который Неустанно Пел Сочинял И пропагандировал Виктор Баранов И сейчас Как раз Прозвучит Песня Которую Придумали Витя Баранов С Андреем Ширяевым В Салуне Савин Муне Которая И дала название Самому Салуне Савин Мун Это такой Неправильный перевод С английского То ли Семь лун То ли Седьмая луна Как-то так получилось Что с тех пор Никто особенно Не вдавался В смысл Самого Название Есть тихасик Городок Живописный городок Симпатичный городок Как сам Техас В городке Большой Салун Под названием Савин Мун Вот какой Нам вошел Случай Как-то раз В Салуне Савин Мун Услага Для души И девушки И винные Музыканты Хороши В Салуне Савин Мун Оставь Свои Гороши Седлай Свою Кобылу И В прерию Чеши Был Салун Открыт Всю ночь И не спал Бормен Всю ночь И его Помощник Джоб Всю ночь Спал И такие Вот дела Лошадь Синяя Вашла Улыбнувшись Покатилась На стакан Был на ней Большой цилиндр Черный Глянцевый Цилиндр Коль на поясе И на хвосте Панты Лошадь Гарнула Окопу И Прохлась По потолку Оставляя Цепью Грязные Следы Большой цилиндр Большой цилиндр Большой цилиндр Большой цилиндр Ой И ... К стойке Подошла Прямо К стойке Подошла И Прокашившись Сказала наконец вот он доллар милый мой дайте мне бессоновый пару виски и соленый огурец а потом она ушла помахав постом ушла и бармен смотрел и вслед с открытым ртом он сказал послушай что никогда я не видал чтобы виски заедали огурцом в салоне сэ в адбуне услада для души и девушки и винной музыканты хороши в салоне сэ в адбуне оставь свои гроши седлай свою кобылу и брылью чеши ковбойской салон существовал больше десяти лет на фестивале песни продолжали сочиняться персонажи песен переходили из песни в песню цикл пополнялся и рос тема кого была продолжена вите и впоследствии когда по отдельности и вместе с сергеем погорелом они написали очень много блестящих стилизаций под country and western за первооснову брались классические русские народные песни или популярные песни советских композиторов одну из которых вы уже прослушали в самом начале нашей передачи сейчас мы послушаем еще несколько таких песен небо ночью прелии звездной бижутерии и туманы белые ходят щели рядой как-то ночкой серою над высокой сьерою пролетело фанерою удалой ковбой граждане хорошие он скакал на лошади по центральной площади в городе чужом он в салон отправился чтобы подзаправиться и опять отправиться в степь искать свой дом а в салоне гамгстеры мужика приметили хвать под белый рученький повели с собой девочки без комплекса как родного встретили и в запой ударился пожилой ковбой дни горячки жаркие на кошмар похожие в жизни парни сделали новый поворот и без штанов без лошади и с побитой рожью снова вышел в прелью старый идиот так бывает с каждыми за делами бражными что шуршит бумажными так что слышно всем чтоб не крыть вчерашние утром трехэтажными выбирайте граждане сколько где и с кем как то само собой так получилось что ведь и приходилось преимущественно писать подобные стилизации и смешные озорные песни он сам говорил что вообще то всегда хотелось быть умным а приходилось дурачиться и честно говоря это ему блестяще удавалось ну что же делать если на сцену подряд выходит десять человек и каждый поет что-то унылое и заунывное Витя не раз при мне называл это своим собственным изобретенным словечком потускня поневоле захочется взбодрить и размешить публику чем он успешно и занимался надо сказать что Витя никогда не любил все что было излишне заформализовано всяческие условности ограничивающие в том числе и творческую свободу не любил не искренности фальш которые к сожалению особенно в мире творческих людей всегда достаточно много пел и сочинял частенько полуматерные частушки которыми восхищались слушатели писал и печатал свои бляврики этакие полуприличные четверостишие которые одно время они писали на перегонки с Лерой Окунь это было на грани но Витя этого ничуть не стеснялся несмотря на то что поздорить с Витей было по-моему невозможно он никогда не боялся и не стеснялся называть вещи своими именами поэтому даже иногда получал за это как говорится по очкам от моих знакомых людей как недавно вспоминал один из его друзей а друзей у него было море везде где бы он только не находился укладывается в это описание и тот факт что Витя не любил сидеть в жюри на разных фестивалях как то еще в начале нашего знакомства я спросил у него почему он этого не делает и он ответил что ему это напоминает армию сначала чморят тебя потом ты начинаешь чморить другим может быть он другими словами это сказал я точно не помню но смысл был именно в этом а Витя это очень не нравилось он даже в одном из интервью говорил что отрастил бороду после армии именно потому что в армии ему все время заставляли ее брить то есть заставляли что то делать против его воли а Витя всегда хотел быть независимым в этом отношении и других не хотел лишать свободы выбора так или иначе вообще даже если человек ему не нравился он говорил ну что поделаешь ну вот он такой поэтому поссориться с Витей было практически невозможно его иногда прямо таки по-детски восхищали какие-то удачные песни собратьев по гитаре и перу какого-то соперничества и зависти в нем не было ни на груш к тому же он часто работал в соавторстве с другими барберами как вы уже убедились каждый что-то улучшал и добавлял в текст и получались очень достойные песни как серьезные так и юмористические давайте послушаем еще одну Витяную песню из ковбойского цикла написанную в соавторстве с Сергеем Погориллом эта песня стала своеобразной визитной карточкой Виктора Баранова и ни один из Витяных концертов не мог без нее обойтись это знаменитая песня Санчо Сранчо Санчо Сранчо конечно это Санчо Сранчо Сранчо в том смысле что издалека Санчо он друг Апачо и Каманчо и между прочим бойфренд вождя Чинга Чкука как много девушек в Техасе им прямо скажем им прямо скажем нет числа он с этим сразу разобрался как только мама родила ну и дела всех полюбить никто не властен но почему в конце концов без крайних прелиях Техаса все дети на одно лицо и без отцов Санчо конечно это Санчо Сранчо Сранчо из дальних пререстало быть Санчо девчонки лишь о нем с удача спасибо Санчо что ты умеешь так любить в салон нечаянно нагрянет когда его совсем не ждешь и вдруг в салоне поле брани драка пьянка и дебош бросает дрожь когда ни цента нет в кармане и отдан кольца медный грош тут поневоле забуянишь и раздерешь и брюки клыешь и Макентош Санчо конечно это Санчо Сранчо Сранчо к нам ненадолго прискакал Санчо он бьет с рассвета и до ланчо а после ланчо хлебном пивка и жизнь легка лишь встреча лишь встреча с джок рыбым наганом способна прекратить дебош и станет вечер как ни странно удивительно хорош и ты поешь они уходят по-английски как блудный сын с крупим отцом поскольку хлопнули по веске и закусили огурцом и холодцом сон санчо он возвращается на ранчо санчо прощай дружище в добрый путь санчо пусть не страшат тебя команчи о санчо сранчо в салон дорогу не забудь Говоря о ковбойской тематике хочется вспомнить о том как однажды в 2013 году мы были вместе с Витей на фестивале зимний лимон в Рязани надо сказать что этот фестиваль который каждый год проводит Гарик Лимонов а я там бываю практически каждый год очень отличается от других во первых по форме это слет где не присуждаются ни звания ни призы ни дипломы а во вторых там каждый год придумывается своя особая тема для фестиваля например барды пираты барды на зоне барды стиляги барды в армии бардовский колхоз ну и так далее все одеваются в соответствующие костюмы устраивается линейка с выступлениями участников и так далее Витя вместе с Сережей Погорелым пригласили в качестве хедлайнеров естественно в тот год когда была тема барби на диком западе а для нашего выступления Витя сделал нам в своей мастерской из картона шикарную лошадь немногим меньше натурального размера естественно лошадь была синяя ведь синяя лошадь это один из постоянных персонажей ковбойского цикла основная проблема была в том как довести эту лошадь на поезде от Питера до Рязани ох и намучились мы с ней зато потом весь фестиваль носился с этой лошадью все с ней фотографировались и чуть не сломали потому что каждый норовил на нее присесть а теперь послушаем еще одну песню из ковбойского цикла тоже написанную в соавторстве Сергеем Погорел поздней ночью лихие камачи ловят неуловимого джо но никак не поймать азаранчо одинокое бродит бонжо но никак не поймать азаранчо одинокое бродит бонжо а апачи от злобных камачи прячут неуловимого джо он в игваме сидит азаранчо одинокое бродит бонжо он в игваме сидит азаранчо одинокое бродит бонжо ночью в прерии холод собачий и вообще бы поспать хорошо да никак не заснуть ведь заранчо одинокое бродит бонжо но никак не заснуть ведь заранчо одинокое бродит бонжо может песенка это невзрачно словно по сковородке ножом но гораздо противней заранчо одинокое бродит бонжо но гораздо противней заранчо одинокое слушать бонжо Жить в цепи непростая задача, Береженого кольт бережет. Драки, пьянки, стрельба, азаранчо, Одинокая бродит бонжон. Драки, пьянки, стрельба, азаранчо, Одинокая бродит бонжон. Жизнь тащится, как старая кляча, Негазистым кремя багажом. Вот отбросишь коньки, азаранчо, Одинокая бродит бонжон. Вот отбросишь коньки, азаранчо, Одинокая бродит бонжон. Не стреляй, музыканта, мой мальчик, Наставлял меня дедушка джон. Вот поэтому ночью, заранчо, Одинокая бродит бонжон. Вот поэтом ночи за раньше Одинокое бродит бонжо К нам не часто заходит удача Но назло всем тем с годом дружок Жизнь прекрасна, покуда за рачо Одинокое бродит бонжо Жизнь прекрасна, покуда за рачо Одинокое бродит бонжо Что касается банджо, или правильнее сказать банджо, будучи популяризатором ковбойских песен, конечно же Витя не мог не научиться играть на этом инструменте, что он блестяще и делал, часто выступая именно с этим инструментом при исполнении ковбойских песен в стиле кантри. Кроме того, Витя часто играл и на губной гармошке, совмещая ее либо с гитарой, либо с банджо. Это вообще был его образ на многих концертах. Человек в ковбойской шляпе, с губной гармошкой, гитарой и банджо. Настоящий ковбой. Шляпы у него были настоящие, ковбойские, в частности шляпы с самого что ни на есть в заправдошнего австралийского ковбоя. А другие головные уборы, например, прекрасный индейский головной убор из перья, делал он сам. Часто на концертах при исполнении коллажей из песен ковбойского цикла ему приходилось быстро менять различные шляпы. И мне однажды посчастливилось помочь ему это делать на одном из концертов, в котором мы оба участвовали. Как только Витя заканчивал очередную песню коллажа, тут выскакивал я, как чертик из табакетки, и быстро менял одну шляпу на другую. А песен было не менее шести, а может и больше. Вот я так и выскакивал после каждой песни. Часто на фестивалях Витя облачался в национальный казахский костюм. Это было целое представление. Яркий зеленый костюм с высокой казахской шапкой. Кажется, она называется Айыр-Колпак. И пел по-казахски, так как прекрасно знал казахский язык. Сам он говорил, что ему это очень помогало при жизни в Казахстане. Витя вообще очень любил петь на разных языках. Говорили, вроде бы, что он даже китайский изучал. Но особенно Витя любил петь по-украински. Правильнее, конечно, говорить по-украински, но сам Витя ударение ставил на первый слог, поэтому я здесь тоже буду так говорить. Во-первых, он говорил, что предки его приехали в Казахстан как раз из Украины. А еще, когда он служил в армии, а это было как раз где-то под Киевом, он подружился тогда и с киевским КСП. И в итоге привез из армии любовь к украинскому языку. Витя часто исполнял украинские песни и частушки, а также стилизации под украинские песни. В ковбойском цикле исполнение на украинском языке объяснялось таким образом. Так как там были одними из персонажей ковбои-шотландцы, например, Джо Кривые Нога, то значит они должны были петь по-шотландски. А шотландский язык отличается от английского, государственного языка Соединенных Штатов, примерно так же, как украинский язык от русского. Поэтому песни шотландцев в ковбойском цикле звучали на украинском. Сейчас как раз прозвучит одна из таких песен, где Витя играет на губной гармошке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аризона, Техас, Колорадо, Оклахома, Небраска, Канзас. Жив на ранчо, ходив до салуну, виски пів, позабув самогон. Більш немає шотландца Маклуно, мене звуть тепер Чокревий Наган. У Аризоні утік я із зони, в Оклахомі я бизнес робим. А Миссисипі могутню зразгону, так я ж її бештанів передлило. Хто побачить, мене убігає, і тряслися від страху не раз. Іллиноїз, Індіяна, Огайо, Калихорнія та Арканзас. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Помню, на Вите на 60-летие я был на его выставке, где он представлял свои рисунки карикатуры. В частности, там была шикарнейшая серия про пивы. Это было просто замечательно. И работал Витя большую часть жизни как раз художником и бутафором в театрах. Делал декорации к спектаклям, нарисовал плакаты и так далее. Ещё в Караганде, после того, как Витя ушёл с эстрады, руководитель концертной бригады, который стал директором карагандинского театра Аперекты, позвал Виктора работать себе в театр, художником. И с тех пор Витя этим и занимался все последующие годы. Сначала в Караганде, а потом, когда в 2000 году переехал в Питер, в Санкт-Петербургском государственном театре марионеток имени Домини. Последние годы, работая в театре кукол, ему иногда приходилось этих кукол даже делать. В одном из интервью он рассказывал, например, что как-то сделал двух турнирных рыцарей из консервных банок, которые оглушительно гремели во время представления. А ещё долгое время он сотрудничал с совкомитетом Грушинского фестиваля. Изготавливал вымпелы, значки, бейджи. Это он умел делать очень хорошо. Рисовал эксклибрисы своим друзьям Бардом, эмблемы к фестивалям для тех своих друзей, кто их проводил. Надо сказать, что мы Вите очень благодарны, что он и нашему творческому объединению «Примус» нарисовал эмблему к фестивалю бардовских капустников «Кочерыжка», который мы придумали и начали проводить в 2019 году. И несмотря на то, что, как я уже говорил, Витя не любил сидеть в жюри, он с удовольствием откликнулся, когда я сначала пригласил его пожурить придуманный нами юмористический конкурс на фестивале «Бакенбарды» в 2014 году, где он журил вместе с Алексеем Морозовым. А потом и практически выросший из этого конкурса фестиваль «Кочерыжка». Витя сидел у нас в жюри вместе с Женей Исаакиевичем и Юрой Хабаровым, потому что кому как не ему, корифею юмористического жанра, было журить такой конкурс. К огромному сожалению, теперь придется это делать без него. А сейчас давайте послушаем в исполнении Виктора еще одну веселую песню из ковбойского цикла, написанную вместе с Андреем Ширяевым. «Колорадо». Эта песня для сердца отрада, Эта песня лазурных долин, Эх, Колорадо, мое Колорадо, И мой верный дружок карабин, Эх, Колорадо, мое Колорадо, И мой верный дружок карабин, Я скачу там, где ветры гуляют, Я скачу там, где спят облака, И громом выстрелов мне подпевает Мой дружок, карабин, мой слуга, И громом выстрелов мне подпевает Мой дружок, карабин, мой слуга. Я в салунах родимого штата Никогда не бываю один Виски, пиво, маис и бататы И всегда под рукой карабин Виски, пиво, маис и бататы И всегда под рукой карабин Виски, пиво, маис и бататы КОНЕЦ Если не друга встретим в поле Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Много песен над степью пропета Но нигде не слыхали такой Чтобы сердцем ковбойским согрета Прозвенела над царой аркой Чтобы сердцем ковбойским согрета Прозвенела над царой аркой И, кстати, о Волге Витя много лет подряд проводил на Волге лето Вместе с женой Галей Это было на острове Подсамары Напротив пристани Шелехметь Где собирались самарские барды Остров, который в остальное время был залит водой Летом превращался в отличное место для отдыха Там был бардлагерь Арго Под руководством Александра Жарова Витя очень любил это место И даже как-то раз Затащил туда и нас, сырый лившиц После Брушинского фестиваля На несколько дней Это отдельная, очень рассмешившая Тогда Витю история Как мы туда добирались Через то самое место Ну, может, в другой раз я расскажу об этом Главное, что с Волгой Было очень много у Витя в жизни связано И недаром после смерти Прахиво был развеян над этой рекой Как над одним из наиболее любимых Витиных мест Здесь я хотел бы еще раз подчеркнуть Витину самобытность И нелюбовь ко всяким формальностям и условностям Проявившуюся даже в его последней войне Витя был очень цельным, искренним, добрым и светлым человеком Которого, конечно, все мы, кто его знал Будем помнить всегда А также всегда будем помнить его песни И на этом я хотел бы завершить эту передачу Памяти Виктора Баранова И попрощаться с радиослушателем А в заключении нашей передачи Прозвучит песня Которая тоже начинается с упоминания о Волге Это одна из наиболее известных И смешных песен Из Витиного репертуара Песня, которая была им написана Вместе со Станиславом Маркевичем Катерина Как на Волге на реке чудная картина Волны прут на берег, словно волки на козу Топором на дно пошла к рыбам Катерина Или тоже кушать надо, вспомните грозу Обратите граждане особое внимание Как Катюшам на внимание в классике везло Всех, Катюш, писателей то ли в наказание То ли влюбленным, то ли мужьям извели на зло Катя, Катя, Катерина, это не Марина Не Ирина, не Кристина, Нина и т.д Катенька, Катюша, это не Валюша Не Марфоша, Ксюша, Груша, Луша и т.п По Сибири матушке как-то для Катюши Лев Толстой на каторгу дорожку протоптал Ну а чего с Лескова взять, он радио не слушал И журнал-работицы, конечно, не читал Лишь одной самарской Кате обошлось угрозами Вспомните хождение за муками в кино Самый главный мародер с четырьмя обозами Наш Катьку сперу батьки Нестор Махно Катя, Катя, Катерина, это не Марина Не Ирина, не Кристина, Нина и т.д Катенька, Катюша, это не Валюша Не Марфоша, Ксюша, Груша, Луша и т.п Но мне помнится, что друг за дружкой Катериной На престол карабкались, посмотрим, чья взяла Я не помню, что уж там первая творила А вторая чуть не всех писак поизвела Вот так и жили на Руси в ту тяжкую годину Как подумаю про это, сердце заболит То у глупых писателей в книжке Катерину Но писателя Катюша в крепости знает Катя, Катя, Катерина, это не Марина Не Ирина, не Кристина, Нина и т.д Катенька, Катюша, это не Валюша Не Марфоша, Ксюша, Груша, Луша и т.п Черноглазая казачка лошадь подковала Энь, ребята, постепи, вон конницы пылит Дураков махать кувалдой что-то нынче мало Катерина слышно из-под топота копыт Расцветают по весне яблони и груши В наше время все не так, как было в старину Что ты там не говори, а все-таки Катюша Помогла нам в сорок пятом выиграть войну Катя, Катя, Катерина, это не Марина Не Ирина, не Кристина, Нина и т.д Катя, Катюша, это не Валюша Не Марфоша, Ксюша, Груша, Луша и т.п И это вам не Даша, Глаша, Саша и Малаша Не Наташа, не Параша, Паша и Ваще И это вам не Люся, Туся, Тася, Тося, Туся Не Маруся, Муся, Баси, Нюся и еще Вовсе не Ателаида, Рада, Лада, Лида Зинаида, Степанида, Ида и потом Не Галина, не Полина и не Акулина Дина, Жанна, Анна, Инна, ну и вообще никто И это явно не Ульяна, Яна и Татьяна Не Сюзанна, Марианна, Данна так и знает Не Венера, не Тамара, Сара, Клара И не Лакшмивара Не Венера, Вера, Лера и не Гюльчатай Не Вмилена, Владелена, Вена и Сталина Не Ревмира, Таздроперма, Боже упаси Каждый знает, что Катюша, Катя, Катерина Это самое простое, это самое святое Это самое крутое имя на Руси Катя, Катя, Катя Продолжение следует...